Археологи тратят практически всю свою жизнь на то, чтобы совершить какое-нибудь археологическое открытие. Найти древние редкие артефакты, сокровища древних фараонов и правителей и тому подобное. А некоторым удача сама падает в руки и это не обязательно ученые. Простые люди также совершают уникальные открытия. Они находят древние артефакты в самых неожиданных местах. В нашем мире существует множество древних артефактов и объектов, которые одним своим существованием четко намекают, что в древности на Земле существовали другие развитые цивилизации задолго до нашей. Часто артефакты находят с помощью металлоискателей, но купить хороший металлоискатель та еще проблема. На Е-каталоге можно найти то устройство, которое подойдет именно вам, сравнить два разных металлоискателя, почитать их характеристики и отзывы и самое важное определиться с ценой. Почитал статью про поиск с металлоискателем и стал в этом деле больше разбираться. На Е-каталоге это сделать очень просто. Давайте поможем археологам найти еще больше артефактов и золотых монет. Привет друг, ты на канале Киртоп. Миска Звона На распродаже можно найти массу необычных и весьма ценных предметов. Например, одна семья из Нью-Йорка приобрела на одной распродаже обычную с виду миску. Они долго ею пользовались, пока однажды они не заметили на ее дне небольшое клеймо. Тогда они решили отнести ее к антиквариату. Антиквариат, проведя исследование, был шокирован полученными данными. Миска оказалась необычной. На самом деле это был весьма редкий тысячелетний экземпляр северной керамики, принадлежащий к династии Сун. В те времена ее называли миской Звона. Схема виманы на стене индийского храма В одном из индийских храмов на холме Тиру Малай индийский исследователь обнаружил изображение, которое называется Чакравимана. Дословно это можно перевести как «летающее колесо». Изображение явно не похоже на простой рисунок, а изобилие тонких деталей, напоминающих технические элементы, вызывает вопросы об объекте, схема которого изображена в храме. Хотя в данном случае я не вижу смысла гадать, когда с древних времен дошло не только полное название объекта, но и его четкий перевод. Также обращаю ваше внимание, что подобную схему попросту не могли нарисовать люди около 900 тысяч лет назад, так как для этого нужны знания по определенным профессиям, которых у древних людей просто быть не могло. Историки вообще подобные находки зачастую игнорируют. В итоге мы получаем схему летательного аппарата из древних мифов, который принято считать простым вымыслом. Интересная ситуация. Знаменитые ворота Пардис Парсы В окрестностях древнего города Персиполис, Иран, во время раскопок были обнаружены монументальные ворота Пардис Парсы с множеством цветных глазурованных кирпичей, на которых имелись изображения крылатых мифических существ. Открытие было сделано группой археологов, состоящей из итальянских и иранских ученых, после долгих раскопок, которые длились 8 сезонов. Ученые выяснили, что построены они были в период правления царя Кира II Великого 559 года до н.э. Эти раскопки привлекли к себе внимание международные научные центры и множество мировых университетов. Археологи нашли вавилонскую клинопись Ахименицкого периода, но, к сожалению, за века большая часть надписи в центральном коридоре обрушилась, превратившись во множество мелких обломков. Разрушенное здание было прямоугольной формы, примерно 30 на 40 метров. Толщина стен была примерно полтора метра. В самом центре этого здания был коридор в виде прямоугольной комнаты размером 8 на 12 метров, который ввел к резиденции могущественной династии Ахименидов. Ворота были изготовлены из кирпича. Размер каждого составлял 33 на 33 сантиметра и толщиной 10 сантиметров. Снизу здания и на цоколе имелись изображения лотоса, а на фасаде было изображено цветное панно мифических существ и символами верования древних хеламитов, иранцев и месопотамцев. Мумия обернута страницами древней книги Древнеегипетские мумии таят в себе множество тайн, загадок и историй. Во время изучения мумии ученые узнают о жизни этого человека, в каком он жил в веке, чем питался, кем был и много чего еще. В музеях полно древних мумий, но помимо музеев они также есть и в частных коллекциях. В древние времена они даже продавались у обычных лавочников. Так, в 1847 году в Александрии один мужчина купил у лавочника древнеегипетскую мумию для коллекции. Он использовал ее в качестве экспоната у себя дома, показывал ее друзьям и всем желающим увидеть мумию. Когда он ее купил, он и не подозревал, насколько ценной, оказывается, была эта мумия. В течение нескольких десятилетий она служила экспонатом, пока однажды владелец не решил снять сверху немного истрепавшегося бинта. Оказывается, мумия была обернута страницами книги, причем написана она была не на египетском языке. Мумия сообщила о своей необычной находке властям. Те привлекли специалистов и начались исследования. Ученые выяснили, что эта книга была написана на этруском языке. Она была написана древней цивилизацией, некогда жившей на территории современной Италии. К сожалению, перевести текст ученые не могут, так как о нем практически нет никаких сведений. Некоторые ученые даже считают его мертвым языком. Одно ученые установили, что мумия была обернута большим количеством страниц от этой книги. Они даже сделали заявление, что это самый длинный этруский текст, который когда-либо был обнаружен учеными. Для чего вообще нужно было оборачивать тело покойного страницами книги? Что они хотели этим сказать? Кубок Януса Джон Уэббер из Англии скупал и перепродавал предметы, которые были изготовлены из меди и бронзы. Как-то раз ему в руки попался необычный кубок, на котором было изображено человеческое лицо. Он решил не продавать его и подарил его своему внуку. Внук принял подарок, но вскоре он убрал его в коробку и забыл про него на 70 лет. И уже находясь на пенсии, тот самый внук решил переехать и разбирая коробки с гаража, нашел кубок. И только тогда, хорошенько присмотревшись к нему, он понял, что тот был изготовлен не из бронзы или меди, а из чего-то другого. Он отнес его в британский музей для экспертизы. Эксперты после проведенных исследований заявили, что этот кубок является редким и ценным артефактом. Он был изготовлен из золота в 3 или 4 веке до н.э. А на самом кубке был изображен двуликий римский бог Янус. Базальтовое чудо из Варангала В одном из храмов Варангала можно обнаружить весьма необычный древний артефакт с технической точки зрения. Судя по тому, что археологи поставили его на центральный пьедестал одного из храмов, то вероятно, они тоже посчитали его не самой простой находкой. Артефакт представляет собой столб из базальта с изумительной для своего времени точностью и качеством обработанной поверхности. Древние мастера не только умудрились придумать монолитному куску базальта такую красивую форму, но и обработать ее до зеркальной полировки. Почему-то никто не задается вопросом, а была ли возможность у древних людей проводить работы с такой точностью. Средняя твердость базальта по шкале МООСа составляет 6-7 баллов, а значит для его обработки необходим не менее прочный инструмент. Помимо того, что древнему мастеру нужно было придумать монолитному куску форму столба, причем не кривого, так еще и обработать его до такой степени, чтобы в столб можно было смотреться как в зеркало. Весьма вероятно, что люди в Древней Индии лишь откопали находки, которые остались от какой-то более древней развитой цивилизации. Ну а те цивилизации в свою очередь делали их при помощи какого-то технического оборудования, а не простым инструментом с абразивом. Израиль открывает для посещения дворец Ирода Дворец-крепость Иродион, расположенный на вершине холма в Иудейской пустыне, чрезвычайно популярное туристическое место. Здесь жил царь Иудей Ирод Великий, известный своей жестокостью. Считается, что здесь же находится и его гробница. И сейчас впервые для публики будут открыты некоторые дворцовые постройки, над которыми до этого долгое время трудились археологи и реставраторы. Иродион представляет собой конусообразный холм в пустыне, покрывающий то, что осталось от роскошного дворца царя Ирода. Находится он недалеко от Вифлеема на западном берегу, однако в районе, где Израиль осуществляет полный военный и гражданский контроль. Назначенный римлянами царь, правивший Иудеем между 307 и 4 годом до н.э., был известен как своей жестокостью, так и масштабными строительными проектами на протяжении всей своей жизни. Ирод умер в Иерихоне весной 4 года до н.э. от длительной и тяжелой болезни и был похоронен в Иродионе. Говорят, перед смертью он потребовал превратить свой любимый дворец в место своего вечного покоения, засыпать крепость землей с холма, над которым она стояла, так, чтобы даже контуры сооружения не проглядывали. То, что по желанию Ирода пышный дворец был превращен в огромный погребальный холм, помогло сохранить и защитить это место на протяжении 2000 лет. Затерянный город в песках Его открытия ставят в один ряд с обнаружением гробницы Тутанхамона. Археологи нашли на юге Египта затерянный в песках город возрастом 3400 лет. Его основание связывают с фараоном Аминхотепом III. Был обнаружен контейнер с двумя галлонами сушеного или вареного мяса, около 10 кг. На нем есть ценные надписи, которые можно просчитать. 1937 год, вареное мясо на день святого Валентина, третьей плотины и сбойни в сарае Ха. Изготовленное мясником Иви. Эта ценная информация не только дает нам имена двух людей, которые жили и работали в городе, но и подтверждает, что город был активным во время соправительства короля Аминхотепа III со своим сыном Эхнатоном. Величайшее изобретение человечества Этому сооружению 3000 лет и находится оно в городе Ганабад, современный Иран. Киариз считается одним из величайших изобретений того времени. Эта водопроводная система способна собирать воду из подземных источников и транспортировать ее в города и ирригационные каналы. Благодаря этому Персия смогла существовать и развиваться в условиях засушливого климата. Гидротехническая система включает в себя основной колодец, который получает воду из подземного источника, систему тоннелей, по которой вода транспортируется в определенное место, и вертикальные скважины для вентиляции вдоль всего маршрута, что также позволяет конденсировать влагу. Ко всему этому подземный водовод значительно снижает испарение драгоценной влаги. Длина ганабадского киариза составляет 33 113 метров. Он содержит 427 углублений для воды. Сооружения построены с использованием знаний законов физики, геологии и гидравлики, что только подтверждает высокую степень развития персов. С 2007 года ганабский киариз включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А чтобы включить вас в список моих подписчиков, вам нужно нажать на кнопку подписаться и на колокольчик. И тогда вы первые узнаете о выходе новых видео.